Губернатор Приморского края Олег Кожемяка представил доклад о результатах деятельности региональных органов исполнительной власти за 2021 год депутатом законодательного собрания. Во время своего выступления глава озвучил ключевые показатели социально-экономического развития Приморья, призванных сделать еще лучше, комфортнее и безопаснее жизнь в крае. Глядя на данные статистики, сегодня можно смело утверждать, что 2021 год стал результативным и успешным по ряду направлений развития Приморья. Это касается промышленного производства, жилищного строительства, сельского хозяйства, дорожного строительства, спорта, социальной и других сфер. Подробнее в цифрах я обязательно отражу эти показатели. Это действительно важное достижение. Ведь именно в этих сферах жизни края у нас был ряд накопившихся годами проблем. Приморцы просили нас с вами обратить на это внимание и мы планомерно ведем эту работу. Говоря о развитии социальной сферы, глава региона подчеркнул, что правительство края уделяет повышенное внимание проблемам демографии, соцзащиты, вопросам здоровья и активному долголетию, снижению бедности и росту доходов. В 2021 году жителям Приморского края мы предоставляли 84 меры социальной поддержки. За их получением обратилось около 730 тысяч граждан, почти каждый третий Приморец. Всего на эти цели взросло около 25 миллиардов рублей. Уважаемые коллеги, вы знаете, что особое внимание мы с вами уделяем семьям с детьми. Около 13,5 миллиардов рублей направили из краевого бюджета края на различные выплаты и компенсации только семьям в 2021 году. Отмечу, что систему мер демографической поддержки мы построим таким образом, что получить различные выплаты могут все приморские родители, независимо от финансового положения и количества детей в семье. Также глава региона подчеркнул, что за счет строительства и выкупа помещений в Приморье открыто 9 новых детских садов и отремонтировано 27, а также 46 школ. Создаются технологические, медицинские и инженерные классы, которые оснащаются оборудованием. В 2021 году 263 молодых педагога пришли в отрасль. В сельские местности приехали 23 специалиста по программам «Земский учитель» и «Земский доктор». В медицине, как признает губернатор, работы пока еще много. В приоритете повсеместная модернизация здравоохранения, внедрение концепции «бережливая медицина», восстановление первичного звена. В культурной сфере продолжают строить дома культуры и оборудовать модельные библиотеки. Для детей открывают новые школы искусств. В заключении Олег Николаевич поблагодарил депутатов за продуктивную совместную работу. Олег Завьялов, Новости на Восьмом.